Мы уже рассказывали о том, как неравнодушные славянцы по мере своих сил помогают воинам, которые участвуют в специальной военной операции. Эта благородная работа продолжается. Подробности в следующем репортаже. Славянские пенсионерки не остаются в стороне от поддержки наших солдат и офицеров, которые защищают интересы страны в ходе специальной военной операции. Без скидок на возраст они стараются сделать всё возможное, чтобы морально и материально поддержать воинов. Галина Пармёнова сердцем там, где идут напряжённые бои. Она переживает за ребят. Пригодилось её умение вязать и сшить. Она вяжет тёплые носки и изготавливает нательное бельё. Она даже написала стихотворение, в котором отразились её мысли и чувства. И я сейчас счастлива, что я могу помочь солдатам, которые сейчас находятся в зоне СВО. И на эту тему есть у меня небольшое стихотворение. Шерстяную нить я плету-плету и молитву творю-творю. С русским парнем сквозь расстояние тихо по сердцу я говорю. Пусть любовь моя сохранит тебя, когда ринешься на пролом. И незуримый друг в самый лютый час пусть прикроет своим крылом. Я в тылу молюсь, чтобы ты прошёл невредимым огонь и дым. Я носки вяжу и молюсь, родной, невредимым вернись, живым. Её маме Ольге Хвостиченко уже без малого 90 лет. И детство опалило своим огнём Великая Отечественная война. Так что она не понаслышке знает о бедствиях военного времени и старается также внести свой скромный вклад в победу. Папа был начальником шахты. Эвакуировали шахту из Донбасса. И поэтому мы тоже, нас тоже как семьи эвакуировали. И мы полтора месяца из Донбасса ехали в Караганду. Полтора месяца в теплушках, которые были сколочены на платформах. И внутри стояла буржуйка. Я очень сейчас переживаю за солдат, за офицеров и за людей, которые там живут. Потому что всё это прожито мною. Вяжем солдатам носки. Если бы можно было вам показать, я бы вам сейчас показала, какие носки мы вяжем для солдат. И поэтому всё, что сейчас говорят про войну, это всё во мне, вот там вот внутри. И всё пережитое. Жительницы Славянска на Кубани Вера Турик и Феня Кулагина также не смогли остаться равнодушными к этой патриотической работе. Они своё свободное время используют для помощи военным. Я решила своими силами тоже принять участие для того, чтобы оказать помощь нашим воинам, офицерам. Помогает мне администрация, которая присылает пошивочный материал, уже раскроенный. А я строчу нижнее бельё для наших солдат. Мы с чем можем, помогаем. То шьём, носочки покупала, вот на неделю передавала. Так что хочется, как говорится, чтобы у них было всё хорошо, чтобы они вернулись. Их родители очень ждут. Ткань для пошива предоставляют неравнодушные славянцы. Индивидуальный предприниматель Сергей Каплин приобрёл шесть рулонов ткани для изготовления белья. Всё, что шьётся для участников СВО этими женщинами, делается с любовью. Они вкладывают в свою работу всю теплоту своего сердца, искренне надеясь, что это поможет нашим воинам победить и вернуться домой. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Вот только у одной.